ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Самое главное – смотреть не на образовательную программу, а на направление подготовки, на которое ты подойдешь заявление. То есть шифры и направление подготовки. То есть три направления подготовки можно подать в одном университете. Всего пять вузов по России. На эмоциях получения аттестата и баллов ЕГЭ не надо идти. По этому пути нужно оценить свои баллы, посмотреть университеты, выбрать интересующее направление подготовки. И уже через несколько недель, одна, две, три недели на сайтах университетов начнут появляться рейтинговые списки, списки абитуриентов, списки рекомендованных. 26 июля – последний день подачи заявлений на очную форму обучения программы бакалавриата и специалитета. До шести вечера 1 августа нужно принести оригинал документа об образовании, чтобы участвовать в первой волне конкурсного зачисления на 80% бюджетных мест. Если абитуриент придет 26 июля и у него количество баллов будет больше, то понятно, что он будет выше в рейтинговом списке. Но мы также должны смотреть не просто на систему подачи заявлений, мы должны обращать внимание, и самое главное для абитуриентов, на сроки предоставления оригинала документа об образовании. То есть только при наличии оригинала документа об образовании абитуриент уже рассматривается к самому зачислению. 26 июля – последний день подачи заявлений на очную форму обучения программы бакалавриата и специалитета. До шести вечера 1 августа нужно принести оригинал документа об образовании, чтобы участвовать в первой волне конкурсного зачисления на 80% бюджетных мест. Вторая волна предусматривает подачу оригинала документа только на те направления подготовки, куда абитуриент предоставил свое заявление до 26 июля. То есть если до 26 июля он на направление не принес заявление, то есть он не написал заявление, не подал копии документов, то вновь подать копии документов он уже не может. 26 июля прием заявлений прекращается, и тогда уже начинается хождение оригиналов документов. С 26 июля по 8 августа сайты вузов обновляются практически в режиме реального времени. Нужно отслеживать два списка. Тех, кто подал заявление на направление, и кто принес оригиналы документов. В некоторых вузах заявление на прием от абитуриентов принимают только очно или по почте с заказным письмом с уведомлением о вручении. Есть вузы, которые принимают заявление и копии документов онлайн. Через личный кабинет. Все условия приема и перечень необходимых документов ищите на сайтах вузов. Смотрите внимательно, взвешивайте все шансы, задавайте вопросы онлайн или по телефону. Очень часто абитуриенты говорят о том, что на бюджет поступил не тот, кто хорошо сдал ЕГЭ, а тот, кто хорошо разобрался в сайте образовательной организации. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова